дорогие друзья и вот настало время когда мы вам откроем страшную тайну куда же мы с вами едем видите какая красивая фотография нас ждет потрясающая картина великолепного средневекового древнего обаятельного очаровательного города крепости года лест вот туда мы направляемся и светлана нам это преподнесла как большой большой такой сюрприз подарок и мы очень за это благодарен потому что кроме того что мы с вами сейчас приедем в этот город она нас повезла она могла повезти нас по скоростной трассе скоростная трасса шоссе по которой все принципе туристы едут в город года лест но мы поедем вот она как раз там показывает по старой небольшой горной дороги и нас с вами ждет потрясающие картины гор горных дорог а сейчас вы увидите какие красивые будут панорамные площадки на великолепные долины провинции валенсия и вот мы на первой площадке адрес gps для желающих для интересующихся я пишу вам смотрите внимательно внизу титры и вообще дорогие наши друзья не забывайте читать титры я вас эти титры пишут для вас не для кого-нибудь очень часто получается такая ситуация когда мне люди задают вопрос а я говорю ну я же в титрах все написал дома у вас еще титры есть читайте титры для вас мои дорогие посмотрите какая красота вот если бы мы не знали что мы едем в такой красивый к такой красивый средневековый город мы вы уже на первой площадке вы тут оставались и сказали да ну ах 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 вот здесь вот и заночуя вот тут мы и останемся потому что душа а запахи какие вы представляете мы сейчас на высоте находимся метров 500 запахи сосен цветов а посмотрите какая большая площадка для слепых вы представляете которая показывает всю вот эту местность человек слепой может подойти и пощупать название города дорог высоты представляете невероятно все полетела я полетела ты всегда летаешь едем дальше буквально проезжаем еще там не знаю километр два три и нашему взор открывается новая панорамная смотровая площадка название площадки пишу адрес gps пишу смотрите в титры внизу кадра горы это моя любовь а что у тебя не любовь а подожди а владимир код не подожди владимир код или горы 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 что ты так обиделся как обиделся не поймала на себе все хорошо все хорошо горы огромное спасибо за эту поездку это я уже заранее говорю как-то заранее ну вот еще не подъехали к этому месту то что мы увидели а даже уже здесь было замечательно было очень красиво а вы посмотрите на города ли один из моих любимых художников алла его знает хорошо рерик рерик да он рисовал и он обожал именно такие вершины в дымке а представляете как вот кто увлекается фотографией как приехать сюда например на восходе или на закате дня как здесь будет красиво все в такой голубоватой а в на восходе на закате будет розовая дымка отсюда 5 не хотелось уезжать кстати скажем любящим такие панорамы именно вот на это панораме есть небольшой ресторанчик где вы можете еще остановиться покушать выпить венца и отсюда отправляется очень много трекингов много тут троп для желающих погулять за это мы благодарим светлану она нас кстати пожалела и не отправила по этим тропам а сейчас нам жалко мы хотим да отправиться по какой-нибудь тропе мы продолжаем наше движение городу года лист дорога очень долгая длительная точно не помню по моему километров 90 но с учетом вот такой дороги петляющие то вверх то вниз растягивается время часа на два плюс же мы много раз останавливаемся останавливаемся чтобы сфотографировать останавливаться чтобы подышать воздухом посмотреть по сторонам по дороге слева справа если вы обратите внимание очень много садов здесь растут замечательные яблоки по моему вишня черешня если не ошибаюсь выращивают персики вот видите деревья оливки но оливки они везде выращивают здесь же прохладнее чем в низине и поэтому многие культуры растут даже лучше чем внизу вот алла проголодалась увидела на обочине яблоко и говорит свете стой 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 выскочил на ходу выскочила хватило яблоко и давай его есть очень вкусное яблоко вкусно это ладно вот смотрите вы все думают вот где такие щеточки берут которые бутылки чистят они оказываются на деревьях растут представляете вот внизу сады маленькие маленькие такие деревья с яблоками а яблок очень много и никто их не собирает почему-то странно ведь это же на что октябрь месяц октябрь вкусно а как стыдно на был стыдно вышел старый испанец с огромным ружьем кричал говорит о дайте мои яблоки отдайте алла ему помахала рукой улыбнулась он растаял бросил ружье заплакал и пошел домой вот смотрите какие какие деревушки я я не знаю как тут люди живут честно говоря вот у меня такое ощущение что здесь мне кажется очень скучно как ты думаешь но это зимой скучно а летом да нет здесь даже зимой здесь столько приезжают людей чтобы просто отдохнуть но мне кажется как раз это место святое место для отдыха забыл это слово подскажи мне от которые углы углублены в себя и думают о себе и медитируют и наверх нет и наверх ты как правильное слота наверх ты ну если ошиблись я думаю вы вы нас поняли в общем те люди которые которым и в один в одиночестве хорошо и они чувствуют себя комфортно здесь великолепное место для отдыха ну или например медовый месяц а почему нет это считаем тоже не очень-то хочется иметь друзей рядом и вот мы показываем такой небольшой отель вот за этим сюда люди едут мы показываем небольшой отель который как раз вот для таких людей рассчитан вокруг нету ни большого театра ни красной площади да не не кинотеатра но ничего нету вот только вот такая панорама и такая красота вот сидитесь возле бассейна потягивая вино медитируй смотри вдаль а если вы например молодая пара которая только-только поженилась и у вас медовый месяц сюда приехать в горы да и старый тоже хорошо старый тоже хорошо вот координаты вам дала вам решать отправляемся дальше смотрим какая у нас красивая дорога вся в цветах и красивые виды посредка я вот в этот отель какая идет дорога ровно на одну машину если вам навстречу идет другая машина тут уже уступает тот кто меньше да или у кого совести больше на всякий случай вам показываю городок который мы проезжаем ну такие вот старые испанские города они очень однообразные очень похожи друг на друга но все равно же живут тут люди дети ходят в школу люди чем-то занимаются чем они занимаются тут яблоки до яблоки а как они могут выращивать яблоки если вот такие вот туристы как алла кошка останавливается и пол яблони съедают и даже не представляю вот они выращивают враче становится выращивают 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 а тут раз алла приехала и весь урожай и съела они же не смотри как тут сосны то тоже похоже на нашу местность дал где-нибудь алтай сибирь очень красиво светлана машину ведет просто как гончится формула-1 у меня голова закружилась и вот следующая у нас остановка руки помыть мы остановились тут такой хороший источник смотрите ручки можно помыть кафе есть перекусить туалет соответственно и все остальное но самое главное отличный магазину честно меня он очень порадовал настолько порадовал что я боялся зайти объясняю почему когда я захожу в такие магазины мне все время хочется что-нибудь купить и если меня нет рядом то купит обязательно обязательно столько даже ты когда ты рядом бываешь иногда я раз быстренько и чуть-чуть и купил я вот этот кувшинчик беленький тварион обычно кувшины сюда то чтобы купил да обычно кувшины они коричневые обычно такие вот до глиняны а это глина убила о лимонелла миша привет тебе личный а вот бутылочки я знаю одного человека среди своих друзей которые такие бутылки собирает в общем здесь кошелек надо держать крепко иначе обязательно что-нибудь купим отъезжаем немножко дальше а этому же прям на окраине гуадалеста прям до гуадалеста осталось не на километр два и здесь смотровая площадка и вот что мне очень нравится у испанцев а из испанцы это одна из самых таких стран которые нацелена на туристов вот обязательно там где красивая смотровая площадка вдали вы видите сам город гуадалест обязательно сделают парковку поставят знак который будет рассказывать что здесь надо остановиться посмотреть сфотографировать и так далее и причем парковки делают такие что можно остановиться и на автобусе и на машине молодцы молодцы вот у испанцев очень много нужно взять положительного хорошего для обеспечения туристического потока вот у нас в россии чего не хватает и так мы взошли в городок гуадалест вы знаете я только уже вы здесь просила какие-то мы прям с тобой если бы у нас было был бы личный самолет мы вам много чего много чего купить ненужного купили да я чего хотел сказать уже забыл а вспомнил я уже только только сейчас вот когда озвучиваю фильм решил посмотреть а сколько же людей живет в этом городке не поверите 200 человек всего местных жителей но туристов сюда приезжая очень много мира со всего мира потому что отличный городок вот смотрите вот раньше вот эта щель была загорожена воротами стальными и попасть вот в этот город в сам древний город гуадалест может был только через эту щель а все остальное располагается на вершине такой корона образной горы вот в этом месте можно купить билетик и попасть музей цена видите взрослый даже по-русски написано такой первый раз вижу 4 евро для детей 2 евро нельзя с собаками нельзя кушать кошками с корняку кошками можно вот именно что никогда нету с кошками нельзя готов везде пускают даже бесплатно и так мой музей здесь раньше в древние времена жили такие местные так скажем испанские князья ведьможи род кордон или потом там был маркиз гуадалест я так понимаю что маркиз гуадалест скорее всего от названия этого населенного пункта в общем здесь жили князья и вы можете за эти небольшие деньги посмотреть как они жили но главный смысл покупки этого билета не не в этом конечно же вы можете ничего не покупать просто погулять по этой деревушке попить кофе венца мы туда сейчас еще спустимся там бесплатно а главный смысл в том что вы сейчас мы сейчас поднимемся на потрясающий несколько очень красивых смотровых площадок открывающих такая панорама на окружающие горы на речке речку река года лесу сейчас она внизу она такая широкая не потому что она такая широкая река просто это уже современные времена сделали плотину сейчас я вам я покажу вот это плотина на перегородил и реку года лес и образовалась потрясающей красоты водохранилище зеленая водой зеленого да потому что вода остающихся тащущих ледников ледников вы оттуда питеру привет непременно будете у нас заходите спасибо вот такая милая пара из санкт-петербурга нам попалась в этом музее вот и мы с удовольствием дали им несколько секунд славы ну что продолжаем дальше прогулку я неоднократно вам признавался в том что не люблю музеи но радиалы она любит я люблю да поэтому я хожу снимаю скучаю как можно не лепить посмотри какие старинные книги и что если бы они были мои книжки если бы я мог взять их в руки полистать вот тогда бы я получил удовольствие а когда в музее все загорожено тут снимать нельзя тут трогать нельзя я такие музеи не очень люблю для меня все же важно почувствовать запах для меня важно потрогать это вот я так понимаю древо семейные древо этой семьи князей владельцев этого замка для меня очень важно ну иметь комплекс ощущений от от музея то есть ну вот есть я люблю скульптуру учимся были кто скульптуры я бы балдел смотри я смотри подхожу а девчонки что-то рассматриваю 10 минут стояли 10 минут я похожу что-то ёлки-палки и чё такое чё вот это смотрели то так долго я не пойму чё сравнивали чё-то не пойму там диван а диванчик наверно вам понравился красный да наверное а я-то дурачок господи нет там еще и выставка в этом музее была очень интересная ну всякие картины в общем как в любом нормальном музее ничего особенного для меня ничего особенного но вам дорогие мои друзья я же не отговариваю я думаю что вам большинство из вас понравится и слава богу это хорошо нет мне очень понравилось потому что там еще были смотровые площадки про которые ты а вот мы про них сейчас и будем говорить мы идем именно к смотровым площадкам дом так устроен что он прям встроен внутри скалы то есть реальная скала и все помещения этого дворца они как бы сказать вот вот учитывают рельеф и иногда прям даже в некоторых комнатах видно было прям торчит скала да примут кусок скалы да то есть скала может быть стеной этого помещения вот это мне мне интересно было стать какие потрясающие панорамы да и не договорила и вот это здание как гора идет вверх растет и само здание по которым мы двигались по это по этому музею где князи жили он тоже двигается вверх все выше выше и выше и выше и в конце концов мы оказываемся на самой вершине горы откуда вот такой потрясающий вид почему так строили дома ну я думаю ни для кого не секрет что в средние века было огромное количество всяких бандитов пиратов и так далее которые мечтали убить ограбить и очень легким способом заработать себе на жизнь вот и соответственно те люди которые что-то имели они вынуждены были как-то охраняться кто-то строил заборы кто-то строил крепость а кто-то вот так вот как здесь построили дома это фамильный склеп этой семьи а кто-то строил дома прям на горе чтобы невозможно было туда забраться такая обаятельная киска но мимо киски пройти и сами понимаете у нас ну просто не имеем права да получаем не получается ну пцать какая прелесть какие глаза какая прелесть на нашу муску чуть похоже да только окрас немножко тональный color другой посмотрите в этой деревушке я вам говорил 200 200 жителей а вы не знаю обратили не обратили внимание внизу большой стадион был там было футбольное поле небольшое там был теннисный корт еще что-то 200 жителей и после этого мы все мечтаем победить сборную испании по футболу этот когда у нас в каждой деревне будет на даже где 100 человек живет будет по футбольному полю наверно мы сможем победить замечательное путешествие великолепный город очень рекомендуем а теперь мы с вами вместе отправляемся сам городок пойдемте сама девушка года лест очаровательная ну явно видно что все подстроено под туриста потому что очень много кафе очень много маленьких магазинчиков видите там вдали и вот верхушка крепости только что мы были там вместе с вами а сейчас спустились в ту деревню где ну раньше жили на на крестьяне которые обслуживали дом этого княжеский дом у вас сегодня был замечательный насыщенный день мы выполнили в общем-то все что пожелали поэтому был небольшой повод вдохнуть мы сели в небольшой кафе и что мы пьем не помешал компот какой-то ну на на этот видно мне кажется сангрии сангрии это винный компот да смотрите какой мальчишка серьезный очаровательная собака очень люблю когда дети любят любят животных это очень важно ну тут и опять мимо пройти не мог смотреть какая прелесть а лапка все как лапка шевелится показывает что ему приятно встали все ли на лапку сейчас внимательно соль что мы хотим сказать наш дорогие друзья в этом городке несмотря на его маленькие размеры я точно не помню ну я не не сильно соврусь и скажу что порядка пяти или шести замечательных интересных музеев мы сюда приехали уже ближе к вечеру и уже практически все было закрыто а так пять шесть музеев если у вас будет целый день вы можете посвятить целый день дал этому этому городку а уалы даже были планы ну такие еще мечты что а вдруг бы здесь переночевать в этом городке и погулять еще вечерочком это было бы здорово если у вас есть такая возможность обязать а оси а мы сейчас с вами пойдем в потрясающе интересный музей миниатюр вот у кстати музей кошек из представляешь и мышек и кошек чтобы был закрыт уже до был закрыт потрясающий музей миниатюр очень его рекомендую я там был практически последним посетителем перед самым закрытием меня туда запустили и еще очень интересно магазине будем дорогие друзья я вам рассказывал что в этом городке гуадалест много музеев я открыл карту google и посмотрел ну просто ради интереса я насчитал 10 музеев и мы сейчас с вами отправляемся в один из самых интересных с моей точки зрения это музей антонио марка в принципе в этом музее три экспозиции можно сказать три музея это городок беллен священный вертеп это кокольный домики вот вы сейчас их видите и коллекции старинные игрушки но одна из коллекций это музыкальные инструменты это машины коляски и так далее все что вы видите выполнено руками одного человека в масштабе 1 к 12 то есть в 12 раз меньше вот вы видите сейчас мебель до мебель не просто там пластмасса там какая-нибудь да это все сделано все что вы видите сделано из тех натуральных материалов которые обычные применяются то есть если кровать железная то она сделана из железа если обувь кожаная она сделана из кожи если мебель стульчики деревянные они сделаны из дерева более 15 лет жизни антонио марка отдал на эту экспозицию это считается одним из самых уникальных музеев в мире в области миниатюр я бы хотел вам рассказать не своими словами о его творчестве а словами антонио марка который я нашел и перевел на его официальном сайте и так говорит сам антонио марка я считаю себя художником ремесленниками миниатюристом коллекционером посвятивший себя своей профессии по страстному признанию некоторые говорят что у меня ангельские руки не знаю что я выполняю свою работу не руками а сердцем и душой с бесконечной любовью и глубокой нежностью меня называют большим труженьком и тот кто это говорит не знает что ошибается я не работаю я игр играю ежедневно по 12 часов подряд с огромным удовольствием в результате рождается удивительное художественное произведение прекрасное оригинальное свою профессиональную подготовку я получил старинных профессиональных школах искусств и ремесла пройдя через столярную мастерскую мастерские подгонки и крепления электричество черчение рисунка технологии ремесел с этими знаниями и моим страстным призванием к ремеслу и миниатюре я создаю дизайн изготавливать дома церкви масштабе 1 к 12 единственный в мире выполняя их из камня обожженной черепицы дерево железо внутри декорируя их ванными комнатами салонами комнатами кухнями деревянной мебелью и даже с работающими лампочками я как бы не старался не смогу в этих строках и даже фотографиями все это объяснить вы все это можете увидеть в моем музее в гудалесте я вам даю гарантию что не разочарую вы увидите не только самую красивую в своем путешествии на одной из самых красивых вещей вашей жизни отправляясь путешествие мы все имеем намерение и желание увидеть что-нибудь особенное отличающие от нашего обычного окружения ну так это и есть то что я вам предлагаю не только что-то особенное отличаешься но единственное в целом мире беру на себя смелость говорить с такой гордой уверенностью потому что мне дают моральную поддержку люди которые уже побывали в моем музее антонио марка в гудалесте и есть подобный музей этого от меня примечание называется маленькое волшебное побережье в городе палоп это недалеко отсюда километров 10 мы будем с вами мимо проезжать я вам этот городок покажу но продолжу в полной темноте и все посетители этого музея сходятся во мнении что это чудо единственное в мире и не имеет значения мужчина ты или женщина но вы влюбитесь меня через мои произведения искусства я жду вас чтобы удивить адрес сайта я обязательно напишу в комментариях под этим видео и текст этого письма который им сейчас зачитал чтобы вы могли его прочитать более внимательно тоже напишу в комментариях ниже лично я что-то видел подобное что-то видел подобное по моему великобритания кстати вот эти вот кукольные дома это любимое влечение королевских семей великобритании на протяжении нескольких столетий и когда где-то в лондоне я увидел подобный домик и увидел цену знаете вот за за цену сколько стоит такой домик вот по крайней мере подобный домик да я не уверен что это домик был именно антонио марка цена это этого домика этой игрушки ну соответствует в общем так неплохой такой квартиры квартиры в центре москвы ну или там где-нибудь в лондоне это огромный труд тут все что вы видите обои мебель все сделано руками все сделано именно из тех материалов а это сейчас мы находимся в этом же музее но эта экспозиция называется священный вертеп здесь представлена деревушка опять-таки в размере 1 12 где находится ну не знаю полная полная жизнь здесь есть и железная дорога ну в тот момент когда я был это уже перед самым закрытием меня пустили сюда практически наверно последним в этот музей паровозик уже был выключен так здесь ходит паровозик и вы видите вдали там водопад все это журчит фонтанчики работает мельница многие куколки которые там стоят многие люди куколки они даже производят проводят работу вот например этот мастер он там что-то шьет там по сильности сапожник все сделано из натуральных материалов вот белье висит от не просто там какая-то бумажка да а белье висит из натуральных материалов то есть сделано из ткани в общем повторяя антонио марко мужчина вы или женщина ребенок вы или взрослый я вам рекомендую этот музей несмотря на то что я всегда вам рассказываю я не любитель музеев именно в этом музее я почувствовал себя немножко ребенком и вышел когда отсюда с такой приятной дурацкой улыбкой чего и вам желаю оставайтесь детьми мы продолжаем нашу прогулку по замечательному маленькому городку даже морской деревушке 200 250 жителей года лест и как я вам и обещал мы зайдем с вами в один из магазинов который здесь находится название магазина было в самом начале а вашему вниманию хочу предложить вот эти невероятной красоты с моей точки зрения изделия из фарфора фирма это испанская как правильно произношение я не отвечаю написано было в начале фильма ладро ладро еще раз говорю как произносится правильно по-испански я не знаю надпись вот такая изделия невероятно нежные хрупкие тонкие работа ну невероятной красоты что-то подобное я своей жизни по изяществу по красоте может быть видел только в ведущих музеях мира там эрмитаж лаур какие-нибудь там запасники там подарки императорским семьям и так далее так далее очень красиво это испанская мануфактура ладро находится на территории провинции валенсия и магазины с такими потрясающими изделиями из фарфора находятся во многих городах мира я ради интереса сейчас поискал в интернете есть такой магазинчик и в москве находится он в гуме я думаю что когда у вас перед вами стоит выбор чтобы подарить на очень какое-то большое событие не знаю свадьба может быть 50 лет может быть кому-то 100 лет вот например когда мне будет 100 лет я бы не отказался от фигурки такой изящный вот как 9 девичья фигурка вы видите когда мне будет 100 лет я буду брать ее в руки мне будет очень приятно вспомнить испанских мастеров очень красиво здесь снимать запрещено вы может быть даже видели во многих местах есть такие значки но так как мы люди в общем-то вежливые порядочные то когда мы зашли в магазин мы у руководителя магазина или к старшего администратора спросили разрешение можно ли здесь пофотографировать я представился кто и такой что я видеоблогер из москвы из россии что я делаю фильм о красотах валенсии для российского туриста он подумал и сказал да я разрешаю вам снять мы только немножко поснимайте пожалуйста много не снимаете я сказал да обязательно это будет немножко ну что такое множко немножко в общем-то определить довольно таки сложно поэтому то что я снял практически одним кадром вы видите сейчас я не думаю что это там колоссальное нарушение я вам скажу что в лувре снимать разрешают в эрмитажа снимать разрешают в правда снимать разрешают в ватикане музея ватикана снимать разрешают то есть это я не думаю что прям что-то такое страшное преступление но видно какое-то есть внутреннее распоряжение чтобы туристы тут не стояли не снимали а мне даже найти что кажется больше всего из-за чего когда начинают туристы заходят сюда начинают снимать они не обращают внимание на что и просто могут случайно локтями своими или этими палками для селфи просто уронить какую-то скульптуру а скульптуры очень дорогие ну некоторые скульптуры которые я подходила смотрел ценник стоят 5 10 20 тысяч евро это колоссальные деньги поэтому я понимаю администрацию магазина которые очень переживают за бестолковых фотографов мы отправляемся с вами в сторону дом уже вечер солнце зашло что еще хотел сказать по всей любви я забыл сказать что когда был музеем антонио марка там тоже было запрещено снимать но я получил разрешение представившись также и мне разрешили провести съемку для вас мои дорогие зрители по дороге мы остановились возле небольшого городка полов солнце уже давно зашло за горизонт это небольшой городок а его в нем проживает около 4 тысяч человек никакой толком информации в интернете нет кроме одной что в этом городке несколько лет назад был арестован мэр города за участие в уголовном преступлении я думаю все википедии насчет про каждый наш российский город в таком ключе рассказывать где мэр был посажен то википедия очень сильно распухнет в этом городке мне понравилось и даже не сам городок он такой я бы даже сказал стандартный итальянский наверно чем испанский вот выглядит он прям как в италии не очень как фотографу понравился свет невероятно красивый потрясающий свет и я в эти в это время очень пожалел что у меня нет в руках моего любимого профессионального фотоаппарата то были бы очень красивые фотографии мы с вами продолжаем путешествие по валенсии не уходите дорогие мои зрители у нас впереди еще много будет интересного